Прежде чем начнем, хочу порекомендовать свой инстаграм. Там публикуются фото новых проектов и вообще то, над чем я работаю. В дальнейшем планирую загружать туда короткие видео на актуальные темы. Ссылку на инстаграм найдете в описании. Буду признателен за подписку. Всем привет! В последнее время мне часто попадаются раритетные штуковины. На сей раз один хороший человек попросил отремонтировать зарядное устройство. Такое в последний раз я видел в далеком детстве у кого-то в гараже. Несмотря на возраст, этот рудяга до сей поры верой служила своему хозяину. После вскрытия я предложил хозяину слегка модернизировать прибор, но он наотрез отказался и, как позже выяснилось, они с ним, ровесники, и человеку хотелось сохранить оригинальную комплектуху. Что сказать, ностальгия. Это древнее зарядное устройство для автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов 1962 года выпуска по словам владельца. На шильдике, к сожалению, ничего не сохранилось. Время все-таки берет свое. Вы только вдумайтесь, зарядному устройству почти 60 лет. Ему место в музее. Но несмотря на это, оно все еще трудится. Видимо, рановато старичку до пенсии. Не хватает аж целых 8 лет. Но ничего, он доживет. Техника не человек, и ее всегда можно починить. Олдскульный корпус из листового металла. Чтобы разобрать и добраться до начинки, нужно открутить боковые крышки и убрать ножки. Винты, которыми прикручены ножки, одновременно держат и силовой трансформатор. На одной из крышек видим надпись VSA-10. Это воистину легендарный селеновый выпрямитель. Оно может заряжать как 6-вольтовые, так и 12-вольтовые аккумуляторы. Переключение осуществляется вручную путем переставки соответствующих контактов. Вот, собственно, техническая документация прибора. Причина поломки банальная. Выгорел предохранитель. Одна из причин, по которой я люблю и ценю советскую технику, это то, что предохранители тут предохраняют и выгорают, защищая прибор. А в современной технике прибор, защищенный предохранителем, выгорает первым, защитив предохранитель. Сам предохранитель сетевой 2-амперный. Настоящее произведение искусства. Надежный и красивый. Так как аналогичных сейчас практически невозможно найти, будем чинить этот. Есть множество табличек и программ для расчета тока плавкого предохранителя, в зависимости от материала провода. Нам нужен 2-амперный предохранитель. Берем медный провод соответствующего диаметра, подаем на него стабильный ток, и, как видим, провод сгорает при токе около 2-х ампер. Все классно. Остается только запаять этот провод, и наш предохранитель готов. Втыкаем пред на место. Также я заметил, что отсутствовала низковольтная индикаторная лампа. Благо, ламп накаливания у меня много, поэтому вкручиваем соответствующую лампу в патрон, и можно собрать обратно. Но перед этим давайте изучим, как устроено это зарядное устройство. Несмотря на то, что оно было изготовлено около 60 лет назад, собрано все грамотно, иначе бы не работало безотказно столько времени. Любое зарядное устройство состоит из трех основных частей. Это источник питания, в данном случае сетевой трансформатор, выпрямитель, как правило диодный, и узел ограничения тока заряда и стабилизации напряжения. В те годы заряжать аккумулятор стабильным напряжением, видимо, было не модно, либо аккумуляторы были такими качественными, что не боялись перенапряжений, а вот узел ограничения тока заряда тут имеется. Самый надежный и безотказный способ ограничить ток – это использовать нагрузочное сопротивление. В данном случае имеем плоские зигзагообразные анихромовые пластины. Лишний ток гасится на них, и, естественно, они будут нагреваться, но для них это нормальный режим работы. Забегая вперед, скажу, что зарядное устройство терпит долговременные короткие замыкания. При этом ток короткого замыкания около 18 А. Следующий узел – выпрямитель. Тут он селеновый. В приборе использованы селеновые выпрямители 75VH4A2R, которым место также в музее. Таких сборок у нас две. В каждой из них четыре пластины. Пластина состоит из алиминиевой подложки, которая служит радиатором. Катод выпрямителя сделан из сплава олова и кадмия. Обратное напряжение для каждой пластины – 20 Вольт. Выпрямленное напряжение около 14 Вольт, при токе до 2,5 А. Если вы запутались, поясню более наглядно. Имеем аналог четырех диодов. Каждый диод состоит из двух селеновых пластин, соединенных последовательно. Напряжение каждой пластины – 20 Вольт. То есть в сумме обратное напряжение каждой сборки – 40 Вольт, при токе до 2,5 А. Селеновые выпрямители сейчас почти нигде не применяются, так как имеют массу недостатков. Но у них есть одно очень важное преимущество. Они могут терпеть многократные перегрузки, а также имеют свойство самовосстанавливаться. Но, увы, такие выпрямители подвергаются старению и со временем теряют первоначальные характеристики. Форма зарядного тока выглядит следующим образом. На выходе – пульсирующее напряжение. После выпрямителя получаем удвоенные пульсации с частотой 100 Гц. Напряжение не сглажено, так как отсутствует выходной конденсатор. Амплитуда этих пульсаций доходит до 13 Вольт, в зависимости от сетевого напряжения, так как зарядное устройство не стабилизировано. Возможно, этого мало для полной зарядки аккумуляторов. Но, по словам владельца, устройство заряжало хорошо. Кто мы такие, чтобы оспорить это? Вполне вероятно, что слегка заниженное выходное напряжение связано со старением селеновых выпрямителей и деградацией пластин. Сетевой трансформатор. Очень понравился. Несмотря на возраст, он почти не шумит. Габаритная мощность такого трансформатора – около 100 Вт. Максимальный ток заряда в случае 12 Вольтовых батарей составляет 8 Ампер, что весьма неплохо. В случае зарядки 6 Вольтовых батарей максимальный ток заряда доходит до 13,5 Ампер. Что сказать? Устройство вполне неплохое. Возраст подтверждает тот факт, что зарядное устройство предельно надежное и может служить верой не одному поколению. Я уверен, что многие из вас видели такие зарядки в гараже у деда или отца. Притрагиваясь к таким вещам, пускай даже не дефицитным, ты понимаешь, что это кусочек истории, который создавался в самый разгар холодной войны и обладает высокой надежностью. Притом создан прибор полностью вручную. Каждый винтик вкручивал человек. Это достойно уважения и является поводом для гордости. Когда-то мы могли создавать воистину вечную технику. На этом мне остается только прощаться. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ну и пожалуй все. С вами как всегда был Касья Нака и до новых встреч. Пока.